Но тот, кто силен в анатомии, поймет о чем речь. А что если для многих, у кого происходит скручивание в поясничном отделе во время приседаний, на самом деле не вредит себе, а наоборот, приводит позвоночник в наиболее выгодное для него в данный момент положение? Из названия ролика вы уже поняли, о чем пойдет речь. Информация в данном видео многих удивит и даже шокирует. Но вдумайтесь в нее, изучите и сделайте свои выводы. Надеюсь, вы оставите их в комментариях. Чаще всего люди, не желающие приседать, говорят о вреде приседа со штангой на поясничный отдел позвоночника и на коленные суставы. О последних мы с вами поговорили в недавних моих статьях и скоро выйдут видеоролики. Мы убедились в бредовости подобных заявлений. Сегодня разберем вопрос поясничного отдела позвоночника и скручивания таза в нижней точке приседа. Большинство тренеров и умников говорят о клевке поясницей в нижней точке амплитуды во время глубоких и не очень приседаний со штангой и без нее, указывая на антропометрические индивидуальные особенности каждого человека, которые якобы влияют на округление поясницы. Эти люди пытаются убедить нас и себя, что некоторым невозможно присесть достаточно глубоко, без того, чтобы не округлилась поясница. Насколько же это заявление верно? Да, антропометрия действительно оказывает влияние на технику выполнения каждого из нас. Но она не является и не может являться причиной округления поясницы во время приседаний. И тем более быть причиной отказа от данного упражнения, лучшего из всех существующих. Что существует три вида приседаний, каждый из которых имеет свои особенности, техники и условия выполнения, которые позволяют выполнять движение безопасно для человека, не перегружая позвоночник, а даже оказывая на нас положительное и оздоровительное действие. Но повторю, при условии выполнения всех нюансов техники. Кто не знаком с видами существующих приседаний, отложите все дела и срочно изучите мою статью, проверив свои знания. Ибо знания, как мы с вами убеждались уже не раз, не всегда означают понимание. Неважно какие индивидуальные антропометрические характеристики вашего тела, любой, повторяю, любой может выполнить приседания грамотно, без вреда для здоровья и тем более без округления поясницы. Подкручивание таза и округление поясницы происходит всегда по причине плохой растяжки мышц бицепсобедра, которые тянут места своих креплений на себя. Таз двигается, соответственно, вперед, подкручивая за собой и поясницу. Конечно, спазмированные мышцы ягодиц и плохая подвижность таза, также являются причиной округления поясницы, но не так часто, как бицепс бедра. У многих людей все эти причины собраны в одну единственную. И вместо того, чтобы исправлять ситуацию, они усугубляют ее, отказываясь от приседа и растяжки. А о важности растяжки, ежевечерней растяжки, я уже не раз говорил и в роликах, и в статьях. Кто не знаком, обязательно изучите. Когда мы с вами нагружаем мышцы, они сокращаются. И от постоянного напряжения и перенапряжения могут укорачиваться. Что вы чувствуете, называя это крепатурой? Это и хорошо, и плохо одновременно. Ибо говорит о хорошей прокачке мышц. Но если мы с вами не будем выполнять растягивающих упражнений, ежевечерне перед сном, так как это лучшее время, по мнению спортивной медицины, для безопасного и полезного растягивающего воздействия на мышцы, может случиться травма даже от работы с уже привычными или даже более легкими весами. Это связано с тем, что мышца может укоротиться и не вернуться в ее исходное состояние к следующей тренировке. Под воздействием нагрузки произойдет травма от легкого растяжения до полного отрыва сухожилия или разрыва самой мышцы. Вот почему так важно и необходимо выполнять ежевечерне комплекс растяжки на все тело. Я, кстати, недавно выпустил очередное видео с полным комплексом растяжки. Изучите. Когда вы только разучиваете технику приседаний, обращайте на это свое внимание. Если идет подкручивание таза в нижней точке амплитуды. Не расстраивайтесь и не бросайте приседать. Наоборот, бросьте все усилия на продолжение оттачивания техники и растяжки бицепсов бедер и ягодичных мышц. Усиление подвижности таза. Все это вкупе даст быстрый и хороший результат. Главное, не торопитесь с весом штанги, пока вы не устраните этот клевок поясницей. Чтобы с гарантией грамотно и безопасно приседать. Конечно, большинство тренеров будет вам говорить, что ваша антропометрия может не позволить вам приседать. Либо приседать с прямой спиной. Но это бред. И говорить только о их некомпетентности. Ибо каким бы ни был соотношение вашего торса по отношению к ногам и голени к бедру, вы сможете приседать и приседать правильно. Посмотрите на пауэрлифтеров, на стронгменов. На то, какими они бывают высокими, а некоторые непропорциональными. И при этом могут приседать с огромными весами, о которых нам с вами даже мечтать не приходится. При этом с идеальной практической техникой. Правда, ради стоит заметить, что стронги часто нарушают технику. Но это связано только с неудобными упражнениями. И неудобными снарядами. Все, что касается упражнений с грифом, подобным штанги, техника у них идеальна. Питайтесь правильно. Питайтесь и грамотно восстанавливайтесь. Плюс не забывайте о ежевечерней растяжке. И тогда все будет получаться на отлично. Еще немного слов для тех, у кого есть проблемы с позвоночником. А я, как никто другой, могу говорить об этом, ибо у самого и грыжи и протрузии. Но пока меня лечили доктора, мне становилось только хуже и хуже. Пока я сам не взялся за себя и за эту проблему. Сегодня приседаю и тяну за 200. Как и раньше. А то и больше. Жизненный опыт и клиническая практика показывают, что далеко не каждый, у кого есть сутулость или даже сколиоз, имеют боли или проблемы со здоровьем из-за этого. А вот люди, которые вроде как бы с идеальной осанкой, часто испытывают боли. Почему так происходит и с чем это связано? Так что гораздо важнее уметь придать осанке тот вид или вариант, при котором в каждом конкретном случае будет позвоночнику легче, за счет мышечных усилий, преодолеть силу тяжести. Я понимаю, что мои слова у многих могут вызвать шок, так как они не соотносятся с общепринятыми понятиями. Что не говорит о том, что я не прав или ошибаюсь. Наоборот, все, что я говорю, советую, это живая практика, которая всегда лучше мертвой теории. Если вы понимаете, о чем я. Для тех, кто помнит строение позвоночника со всеми его изгибами и прогибами, лордозами и кифозами, не секрет, что самый большой изгиб в поясничном отделе, в районе пятого позвонка, крестцу. Кстати, где происходит большинство грыж и протрузий. Да-да, это самое слабое место позвоночника. Именно здесь появляются грыжи, протрузии. Происходит скручивание во время опускания в глубокий присед. Выскажу сейчас совсем краморную мысль. Но тот, кто силен в анатомии, поймет, о чем речь. А что если для многих, у кого происходит скручивание в поясничном отделе, во время приседаний, на самом деле не вредит себе, а наоборот, приводит позвоночник в наиболее выгодное для него в данный момент положение. При условии соблюдения техники, естественно. И естественно, при хорошей растяжке бицепса бедра, не скованных тазовых мышцах и, естественно, не спазмированных ягодичных мышцах. Сейчас поясню для тех, кто не уловил. Проблемы в поясничном отделе возникающие чаще всего из-за того, что нагрузка направлена не по оси на позвоночный диск, а под углом. В силу строения позвоночника и самих позвонков, а также межпозвонковых дисков поясничного отдела, вызывая преждевременное их разрушение. Вполне возможно, что тот самый клевок во время опускания в глубокий присед смещает нагрузку, не вредит, а наоборот, помогает избежать проблем, равномерно распределяя давление на всю площадь диска и позвонка, естественно. Вопросов, как всегда, больше, нежели ответов. И я не стал бы говорить ничего подобного, если бы не убеждался уже не раз в том, что большинство может ошибаться просто по причине показаться смешным или даже боясь выделиться. Призываю думающих людей присоединиться ко мне в этих размышлениях, оставляя конструктивные комментарии, за и против, желательно с пояснениями и обоснованиями своей точки зрения. Думайте, друзья, всегда головой. Следите за своей техникой. Правильно питайтесь, грамотно восстанавливайтесь. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек. Вы получите план периодизации тренинга, где каждая тренировка будет показана. Я снимаю сейчас целое, огромное количество видеоматериала, салой, на каждую тренировку по принципу периодизации, которую я вас учу, сам практикую и все мои ученики. Не забывайте, что существует три типа мышечного волокна. Гликолитическая, окислительная и промежуточная. Каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге. На силу, на массу, на выносливость. И не забывайте, что на рельеф можно только питаться. Сами тренировки не меняются, что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других. И если вам кто-то говорит, что это тренировка жиросжигающая, а это нет, то вас просто вводят в заблуждение, либо хотят развести на бабки. Или, что чаще всего человек просто сам безграмотный и не понимает, что к чему в нашем движении. И, как вы понимаете, у такого человека нет смысла чему-то учиться. Разве что глупости. Или как делать не нужно. Всегда думайте головой, друзья, перед тем, как сделать какой-либо шаг. Оставайтесь на канале. Помогайте мне делать его лучше. И мы с вами обязательно увидимся в следующих видеороликах и в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе. И двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней. Отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok